Насос, который качает мед. Мед идет по вот этим пластиковым шлангам на несколько этажей вот этого музейного пространства. Насос в данном смысле символ университета. А мед, продукт пчел, это как духовный продукт человека. Вот в таком виде был показан этот процесс, где бой с шаманем. В мед он добавлял какие-то там золотые кусочки той же фольги. Вот как шаман создавал некий ценный продукт. Потому что в том же мифе об Одине Один был спасен медом, получившим из рук своего деда. То есть мед тоже входит вот в эту символику бойсовских работ. Это все это медогонка на рабочем месте. Это уже где-то 1974 год, где бойс выступал в галерее Рене Блока. И это была американская галерея. Все действо заключалось в том, что первое знакомство бойса с Америкой будет в такой интересной даже форме. Он отказался вступать на землю Америки, встречаться с американцами. Его перевезли в том же волочном оконе самолетом из Германии в Америку. На скорой помощи его доставили в галерею. И в этой галереи три дня он проводит с диким койотом. Скажите, рискованная, да? В общем-то, акция. Дикий койот, который не был приручен, потому что через три дня, когда этого койота выводили, он покусал других людей. И вот во время общения с этим диким койотом бойс то стоял, как шаман, запутанный войлок, то провоцировал койоты, койотом кусался, то читал ему или давал эти газеты, американские газеты, бросал, то чертил треугольники. И в результате этих трех дней обнялся с койотом, как близкие два существа. Это была символическая акция, где он показывал Америку, вот эту древнюю Америку, да? Вот койотов, да? Он показывал взаимоотношения белого человека, завоевателя и Америки. Он показывал то чувство любви, которое способно разрешить все недоразумения. Вот эти фрагменты. Ну, посмотрите на бойса. А вот это так койот хватается за этот войлок, тянет его. Вот он с каким-то треугольником стоит. И мы видим бойса лежащим. Как ему не страшно было, все-таки столько ночей провел с этим абсолютно диким животным. И тут уже койот становится собачкой. Той собачкой, которая, вот, общается с ним, да? Ну, и вот еще такая фотография, призыв к альтернативе. Здесь уж прямо целое полчища этих шаманов. Сейчас мы посмотрим маленький фрагмент. Называлась акция «Я люблю Америку». Америка любит меня. 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 Вот такая акция, она была очень нашумевшая, не говорили, потому что это было необычно, интересно, художник общался с диким животным. Еще посмотрим на одну картинку Одина. Я все время вспоминаю этот персонаж, потому что этот бог был мастером перевоплощений. Он являлся людям в различных обликах, в общем-то, так же, как и Бойс. Это его перформанс «Могила для зайца», где могила, вот такая детская кроватка на природе. Ну, это единственная выставка Бойса была в России. Она проходила сначала в Русском музее в Санкт-Петербурге, а потом в ГМИ имени Пушкина. Вот откуда познакомились русские художники с Бойсом, и их любовь к нему была огромной. На этой выставке, которая называлась «Внутренняя Монголия», ну, такое название, это один из районов Китая, «Внутренняя Монголия», но здесь и другой смысл, да, «Внутренняя Монголия», внутренняя, то, наверное, та территория Бойса, где встречается Запад с Востоком. Он Монголов рисует вот такие вот знаки свои, сакральные себя, как шамана. Среди очень известных акций одна из его последних. Была акция, она так и называлась «Семь тысяч дубов», и была она, происходила в 1982 году на Кассельской документе. Здесь очень масштабная акция. Вот сейчас я вам показываю Бойса, потому что вот здесь перед музейным пространством находилось «Семь тысяч базальтовых вот таких колонн». Это огромный, вы видите, как завалит даже вход. Акция Бойса, она предполагала, что убираться по базальтовой колонне будут только тогда, когда будет высаживаться дуб. В этой акции должны принимать участие люди тех городов, которые должны были протянуться от Германии к России. Бойс даже до окончания этой акции и не должен, она продолжалась после него. Но он был счастлив, он в эту акцию втянул множество людей. И его даже поразил тот случай, когда два непримиримых соседа в Германии вместе стали высаживать дубы. Причем с каждым деревом высаживался, вот устанавливался этот базальтовый, это колонна. Вот мы видим эту акцию такую. Каждый человек художник. Для Бойса очень важно понятие такой социальной скульптуры, где каждый художник утворит своей жизни, творит вот таких акций. Среди друзей Бойса, мы видим, был Энди Уорг. Они такие разные, но как-то очень поняли друг друга. Потому что, наверное, один и другой был той фабрикой по производству дискурса, то есть собственной легенды. Энди Уорг. 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 Все время был с загримированным лицом. У него на голове был парик, седой парик. Он носил парик. У него проблемы были с волосяным покровом у Уорг. 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 Бойс, ну так как он заяц, он носил фетрогую шляпу. Они встречались и в Америке, и в Германии. Один художник – шаман, другой художник – медиум. Только нужно понимать, что в значении медиума, оно связанного с техническим смыслом. Вот они вместе. Смотрите на Уорг. Энди Уорг – это тот художник, о котором, ну, тот же близкий друг Уорг. Уоргалл и сказал так, что самым лучшим произведением Уоргалла является он сам. Ну, для нас важно, что и Бойс, и Уоргалл, и Ев Кляй, на которого мы будем говорить, это те художники, которые логически довели искусство к этим акциям. Ну, посмотрите. Начинается 20-й век и все время в живописи что-то отнимается. Свето-теневая моделировка, фигуративное искусство. Потом и рама уходит, потом уходит, я же не говорю о сюжете, который уже давно ушел. Появляются эти объекты, эти вещи взятые из магазина. И уже следующий акт, когда действительно художественным событием вернется действие, сам художник. Правда, они отказались от кисти. То есть уже представить художника с кистью в руке уже как-то и не надо. Потому что вот он, Демюр, уже достаточно актив, его, чтобы привлечь внимание. Ворхол, в отличие от Бойса, он такой светский селебритес, Денди. Он аполитичен, он циничен, Ворхол. Для него самое главное – это доллар. Он хочет быть художником-капиталистом. У Бойса каких целей не было. Но вместе с тем Бойс признавался, что с Уорхолом он бы мог сотрудничать. Вот они опять-таки вместе. Уорхол тогда сфотографировал Бойса и создал ту картинку, которую я в начале лекции показывала. Для Бойса художник – это шаман. Тот, который… Только шаман Бойс-то… А, забыла сказать вам важное. Бойс-шаман – необычный шаман. Обычно шаман – это тот, кто мир духов, да, вот эту информацию из мира духа передает людям. А Бойс, он этому высшему миру передавал человеческий месседж, правда? Вот. Что касается Уорхола, кем он хотел быть? Машины. Машина не стареет, машина не умирает. То есть, один завышал роль художника-творца, а другой занижал, ну да, машина. Вот. Такие они разные, в чем-то похожие. Вот произведение Энди Уорхола. Я быстренько вам скажу то, что, может быть, на лекции о Бойсе не было сказано. Дело в том, что в таком искусстве вроде бы радостно. Вот заходишь на выставку Энди Уорхола, и такая радость, эти цвета, красочные все. А ведь у него все время главная тема – его смерть. И у него эта жизнь и смерть делятся всегда очень кардинально. Вот это ретро, это темные снимки, черно-белые – это смерть. А цветные – это настоящие. Вот как он Мерлин Монро изображал. Ведь он ее изображал тогда, когда ее уже в живых не было. И мы видим здесь черно-белые фотографии, но видим цветные, потому что все-таки кинозвезда – это икона. Она бессмертна. И Бой стремится, вот этот облик нетленный, сохранить тиражирую, увеличивая, повторяю. Когда Элизабет Тейлор изображала Энди Уорхол, то вся Америка знала о страшном диагнозе, который был уже вынесен этой актрисе. Поэтому здесь опять-таки вот это балансирование между жизнью и смертью. Элвис Пресли представлен Энди Уорхолом как герой вестерна «Погашая звезда». В этом вестерне погибали все. И здесь мы опять видим и черно-белый снимок, и цветные. И посмотрите, орудие убийства. Даже вот эта Джеки Кеннеди – это персонаж, который завис между жизнью и смертью, потому что мы видим ее, как раз это те фотографии накануне убийства Кеннеди. Вот у него все время будет такой интерес к смерти Уорхола. Посмотрите, это перед нами его работы, связанные там с портретами людей, которые все умерли, отравившись с тунцом в банке. Вот и каждый человек, считал Уорхол, может быть звездой хотя бы 15 минут. Ну вот во время… Это, посмотрите, прыжок самоубийц с небоскреба. Вот такие 15 минут славы. Что это такое? Это электрический стул. И вот желание Энджу Уорхола, то, что страшное, то, что связано со смертью, обличить в орнамент, в цвета, в такой камуфляж радостный. Или вот перед нами машины, и тут же его серия автокатастроф. У него будут всегда работаны. Это шелкография, как фабрика работала. Думаешь, а что же делал Уорхол? Матушка его, владающая красивым почерком, все подписывала. Шелкография – это тиражирование, он фотографировал. А что делал он, да? То есть его фигура тоже в этом процессе. Ну, катастрофы. Вот эти катастрофы, где под колесами машин гибнут люди. И вот уже целая такая представлена серия этих катастроф, которая стала орнаментом. Так же...